Добрый день! 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 Наверное, коллеги мне не дадут соврать, они нужны всегда, и особенно вот в такие смутные времена люди начинают активизироваться. Собственники компании, руководители компании начинают активизироваться, они начинают искать подобных людей, чтобы с их помощью оживить приток клиентов, оживить продажи в компании. И не стоит думать, что эти люди, даже будучи наполнены теми хорошими компетенциями, параметрами эффективности, как я еще говорю, для того, чтобы хорошо выполнять эту работу, что этих людей не нужно обучать. Обучать их нужно обязательно. Есть такое понятие, как тренинги, навыковые тренинги, которые дают хороший толчок к тому, чтобы тренинг начал формироваться, навык, чтобы тренинг дал толчок к формированию нужного вам навыка, чтобы человек постоянно находился в процессе обучения. Их, конечно, нужно обучать, не нужно оставлять их без внимания, нужно понимать, какие задачи вы хотите с их помощью решать. Очень часто руководители задают вопросы по поводу того, как этих людей контролировать, как разрабатывать для них правила. Я вам скажу следующее. У меня очень хороший опыт по разработке правил с теми компаниями, которые привлекают к разработке правил свой персонал, своих сотрудников. Мы, как руководители, очень часто не знаем всех тонкостей просто потому, что мы находимся выше. Мы очень часто не вникаем в рутину, в которую они вращаются. Если мы принимаем какие-то решения, привлекаем специалистов, чтобы они нам эти правила написали, пытаемся потом заставить своих сотрудников эти правила соблюдать, успеха мы не достигаем. Если вы привлекаете к этой работе своих сотрудников, начинаете договариваться с ними, разговаривать, спрашивать, тогда успех больше. Кстати, знаете, здесь сидят руководители со мной рядом, не знаю, какое у них мнение, но недавно я столкнулась с такой… Ну, это не проблема, это такая хорошая обратная связь от руководителей. Возникла дискуссия, я ее спровоцировала совсем случайно на одном из мероприятий, когда мы говорили о коммуникациях и о коммуникациях со своими сотрудниками в том числе, о том, что с ними нужно общаться. Например, если в 90-х годах прошлого столетия мы очень сильно углубились в цифры, мы начали разрабатывать систему KPI, мы начали говорить о том, что бизнес управляется с помощью цифр, ну, это правда, мы начали говорить о системе сбалансированных показателей, и как бы ушли от такого простого понятия коммуникации со своими сотрудниками, забыв, что теми же самыми цифрами руководят люди, то сейчас мы стали возвращаться к этому. И вот многие руководители, кстати, стали говорить, что сотрудники не нуждаются в каких-то особых коммуникациях, что с ними не нужно разговаривать, что достаточно дать им указания, и он как лошадка должен повезти и не спрашивать, зачем это нужно. Вот тоже очень интересное мнение, я против такого подхода, поэтому я всегда советую привлекать людей. Вы повышаете тем самым мотивацию это делать, это продукт, если мы говорим о правилах, созданный их руками, они вам сами и подскажут, как их контролировать, а остальные формы контроля вы можете использовать, это известно, это и таинственные покупатели, опросы клиентов, и супервизия на рабочем месте за тем, как сотрудник выполняет свои обязанности. Это сейчас, по-моему, есть очень много различных программных продуктов и сервисов, которые помогают контролировать работу сотрудников за тем, как они работают с клиентами, как они достигают результата. Вот я всегда говорю о том, что все это нужно делать для того, чтобы достигать результатов, которые вам необходимы, поэтому вы должны понимать это. Что еще я хотела бы сказать по поводу работы с клиентами? Знаете, мы очень часто пытаемся получить от других людей что-то, ну, в чем, ну, не скажу, не очень сами уверены, Вот смотрите, например, очень сложно представить, что у курящих родителей ребенок не будет курить, и он будет искренне верить, что это плохо. Я не курю у курящих родителей. Ну вот, я пыталась сказать о том, что очень сложно родителям объяснить ребенку, что плохо курить, если они сами оба курят. Вот если руководитель не очень хорошо позволяет себе, не очень хорошо отзываться о своих клиентах, позволяет себе резкие высказывания, какие-то некорректные вещи по отношению к своим клиентам, очень сложно, практически невозможно добиться от людей, которые работают с клиентами, хорошего, качественного к ним отношения. Если руководитель... Сергей, что хочет добавить? Да, я хотел добавить, что, на самом деле, очень часто сотрудники смотрят на руководителя как на пример. И если человек вот так себя ведет, и сотрудник думает, что, ну, раз руководителю можно, значит, и мне можно. Поэтому здесь как бы правильная аналогия там с родителями, да, и исключения тоже есть. Конечно, есть. И здесь бывают исключения, но, скорее всего, такой сотрудник быстро уйдет из компании. Потому что долго работать, добиваться хороших результатов, вот, понимаете, в чем дело? Продажник не может, это нормально, у него... Вот, что хотела сказать, дело в том, что в компании есть определенные ценности, определенные ценности убеждения, да? Они могут быть прописаны там в корпоративной культуре, не прописаны в корпоративной культуре, но они есть. Общепринятые какие-то вещи. Эти вещи формируются, начиная с головы. Они формируются руководителем, они формируются собственником, они формируются тем, кто допущен вот к созданию этой компании. Поэтому люди несут то же самое. Если вы, на самом деле, как у меня недавно один клиент сказал, что вот клиенты сейчас совсем в кризис, он сказал не очень хорошее слово, клиенты не очень себя хорошо ведут, не очень хорошие качества свои проявляют, хотят 10 километров за 3 копейки. И вот он эту тему очень сильно развивает и очень хорошо, вот, об этом много любит говорить. Ну вот, я бы рекомендовала начать с себя, вам, тем, кто слушает сейчас нас, тем, кто сейчас вот в этой дискуссии принимает участие. Пожалуйста, подумайте о том, какие ценности убеждения по отношению к клиентам у вас. Мне, например, нравятся вещи, недавно на одном из тренингов мне девочка, менеджер одной из компаний, сказала, а у нас руководитель говорит так, клиент – это деньги на ножках. Он говорит нам, напоминает всегда о том, что я вам зарплату вам плачу не я, зарплату вам платит наш клиент. И мы привыкли так думать, и мы вот такими оперируем понятиями. Можно я немножко вступлю в дискуссию по поводу кризиса, очень много сейчас об этом говорится. Я просто хочу сослаться на, в общем-то, собственный пример. И здесь я, в общем-то, должен выступить, наверное, выразить несогласие с мнением Анны по поводу, что вот сейчас кризис, кризис и так далее. Потому что у меня есть экономическое обоснование этому. Во-первых, наша компания в свое время организовалась в 2008 году, когда тоже вроде бы был кризис. Мы в этот кризис выжили, когда вошли на рынок веб-разработки. Почему мы выжили? Потому что в кризис одни уходят с рынка, получается вакуум, вакуум всегда заполняется. Новые компании начинают развиваться, а сейчас без интернета никуда. Поэтому мы получали своего клиента. Да, мы делали много ошибок, да, мы соглашались там на проекты, которые стоят гораздо больших денег, мы несли убытки, это наш риск. Но мы приобрели очень важный опыт. К чему я это? Сейчас вроде бы тоже все говорят про кризис. Я не соглашусь. Почему? Потому что количество клиентов с гораздо большими бюджетами сейчас у меня существенно больше, чем было тогда, когда все было хорошо. Ну, например, два года назад. Это связано как раз таки с той ситуацией, что очень много студий или конкурентов с рынка уходит, клиент остается или появляется новый. Сейчас количество предложений, которые может сделать студия или там интернет-агентство, они гораздо больше, а значит точка входа иногда у компании, которая только начинает заполнять вот этот образовавшийся вакуум, гораздо больше. Это, в общем-то, я к тому, что я не согласен с тем, что кризис очень часто в голове. Все говорят про кризис с телевизора, там еще откуда-то. Это, вот по себе сужу, по своим проектам, это неправда. Я добавлю немножко, я с Сергеем абсолютно согласна, дело в том, что я привела пример высказываний, которые сейчас я часто слышу, но вот присоединюсь к вам, на самом деле пики у меня в бизнесе, они тоже касаются серьезных таких моментов, которые принято называть кризисом. Например, восьмой-девятый год, когда было сокращение в компаниях, первым делом кого сокращали? Маркетинг, службы персонала, сокращали обучающие подразделения, тренеров. Административный персонал, конечно. Буквально в сентябре, в августе начались сокращения, в декабре нам некогда было отдыхать, Новый год начался у нас с пика. Поэтому здесь я абсолютно четко соглашусь, и мне нравится позиция Сергея, и в отношении работы с клиентами подумайте о том, как это может работать. Дело в том, что когда мы думаем так, вот то, что сейчас продемонстрировал Сергей, мы достигаем результатов. Если мы думаем по-другому, то мы начинаем копаться в проблемах. Безусловно, я хотел бы вступить в нашу замечательную дискуссию. У нас так пошло, наверное, дискуссия будет интереснее всем, да, и нашим зрителям тоже. Дабы нам потом не возвращаться к началу этого разговора, прям небольшую ремарочку к первой, к началу выступления Анны, про персонал, который мы набираем, который у нас в итоге продает. Я это как-то уже говорил на одной из конференций, выступая, да, в чем проблема абсолютного большинства всех компаний, которые продают. Вот. Проблема в том, что кого они берут на должность продажника у себя. Что нужно для того, чтобы стать спортсменом? Слушайте, нужно 15 лет каждый день тренироваться по 5 часов в день. И с вероятностью 99 и 9 ты не станешь спортсменом, который будет получать деньги. Что нужно сделать, чтобы стать врачом? Сколько они учатся? 6 лет в институте, 3 года там ординатура, потом еще 10-15 лет. Сколько они наделают ошибок? Сколько они сделают ошибок до того момента, пока их допустят до нас, до живых людей, как бы потренироваться, да, как говорится. И то мы будем жаловаться, что они плохие. Слушайте, а что нужно, чтобы стать продавцом? Да ничего, не поступить в институт, быть лузером по жизни и прийти устроиться продавцом в любой магазин. Хорошая позиция. Вот так вот, ровно такие продавцы работают в 99,5% случаев. Кстати, знаете, вот я добавлю... У меня такие не работают, они не выживают. Здорово. Это хорошо, да, я же не сказал, что у всех такие работают. Я тоже таких не беру, да. Я тоже часто с этим сталкиваюсь, на самом деле. Но мы же все понимаем, что реально вот основная масса этих людей, да, и вот это, на мой взгляд, нужно осознать эту проблему. Когда мама с папой заплатили за институт, и они пришли работать продавцом-консультантом, потому что больше никуда не берут. Конечно, конечно, конечно. Кстати, по поводу навыка можно я чуть-чуть добавлю? Вот у меня на тренингах очень часто спрашивают, вот дайте какие-то новые техники, новые методики, новые технологии, совершенные, современные. А я вам говорю, ребят, понимаете, вот достигаются серьезные результаты в жизни с помощью самых простых вещей. Чтобы, как сказал Михаил, быть спортсменом, нужно 15 лет заниматься каждый день. Просто выполнять определенные комплексы, да, достигать определенных результатов, их отслеживать. Простите, чтобы иметь хорошую полость рта, хорошие зубы, нужно два раза в день как минимум их чистить, да. Чтобы иметь хороший цвет лица, нужно высыпаться, спать как минимум 8 часов. И это должно быть повторяющимся таким вот цикличным мероприятием в вашей жизни. Вот простые, абсолютно простые вещи должны повторяться для того, чтобы вы достигли каких-то результатов. Самое главное, на мой взгляд, слово не делать, а сделать, да. Это может касаться продавцов. Вот мы заговорили про кризис, да, но замечательная совершенно вещь. Я сейчас, ну у меня есть несколько компаний, да, там вот, ну и в том числе там есть интернет-магазины, да. И мы сейчас занимаемся там развитием имейл-маркетинга, да, строим там стратегию. Она была, мы там понимаем, что она достаточно эффективна, но ее надо усилить, да. Мы придумали кучу алгоритмов, как, кому, что мы будем рассылать, да. И в сфере, в свете этого я, ну изучая этот вопрос, я там подписываюсь на кучу рассылок. И вот я вижу, там, условно, спи, ну вот я знаю, что это магазин, вот его владелец там выступал, рассказывал про их там крутые рассылки, я захожу и делаю так, чтобы мне вот пришло максимум рассылок с этого сайта. А мне не приходит ничего. То есть можно очень много говорить, но ничего не сделать, да. А можно ничего не говорить и сделать. Поэтому делайте, и никакой кризис не страшен. Вот такая же была ситуация, мы регулярно, ну что греха таить, мониторим нашу сферу. Вот последняя у меня такая была ситуация, когда я пыталась оценить одну из услуг. Из десяти запросов ко мне поступило всего лишь три предложения. Можете себе представить, сколько людей не обратили внимания на то, что... Это ровно разговоры про продажи и аналогичная же ситуация, то же самое сталкивался, когда просто ты выходишь вплоть до руководителя, а в итоге на нижнем уровне исполнитель, он не делает распоряжение там непосредственно своего руководителя. Вот самое интересное, что вы там сейчас, простите, Михаил, хороший продажник согласится с нами, а человек, который не очень хороший продажник, будет говорить, ну вы же не покупатели услуги, все равно же услуга не продалась, да, зачем было высылать? Мы этого не узнаем, они этого не узнают, да, может быть мы ее и купили бы. Я вас немножечко направлю в другое русло, у нас есть вопросы, видимо, от тех, кто все-таки продает и кто все-таки работает со своими клиентами. Вопросы очень конкретные, их много, они все об одном и том же, как работать с негативными клиентами, которые не настроены на диалог, которые все время отказываются от некий и так далее. Целая пачка таких вопросов, я, может быть, тогда, наверное, каждый озвучу, да, не будем в целиком ситуации рассматривать. Ну, я на самом деле действительно думаю, что каждый озвучивать, может быть, не обязательно, потому что, Маша, там их было несколько таких вопросов. Ну, мы как-то изгруппируем просто, да. Как работать с негативными клиентами, как работать с теми людьми, которые не настроены на диалог, и как работать с достаточно резкими возражениями. Вот я могу вам точно сказать, что работа с возражениями – один из самых сложных навыков, который, вот, мне там был такой пример, что приведите какие-то примеры, дайте алгоритм. Да, есть возражения нескольких типов, есть возражения сомнения, например, есть возражения ложные, есть возражения условия. И чем они отличаются? Ложные возражения – это возражения, так скажем, как мы говорим, отмазка, да, когда человек не может вам сказать честно, почему он не хочет купить, и вот он говорит такие вещи типа «кризис», «дорого» и так далее. Есть возражения сомнения, когда человек действительно сомневается, у него недостаточно информации, или он думает, что это не совсем то. Вот с этим возражением проще всего работать. То есть легко работать с возражением условий, когда человек говорит, вы знаете, я сейчас уезжаю в командировку, не смогу это сделать, и соглашается легко на какой-то следующий контакт, который вы с ним оговариваете. То есть вот есть абсолютно разные вещи. Но почему вначале стало рассказывать, что сложно работать с людьми негативно настроенными, и почему вообще работать с возражениями сложно? Потому что физиологически наш мозг устроен так, что вот еще тот самый первый эмоциональный мозг, который образовался у рептилий еще до того, как возникли другие живые существа, он был настроен на то, чтобы обеспечить выживаемость биологического вида. На то, чтобы человек, человек, говорю, живое существо тогда вовремя спарилось, чтобы сбежал, если есть опасность, чтобы что-то сожрал для того, чтобы пополнить собственные ресурсы, и чтобы спал для того, чтобы опять же пополнить эти собственные ресурсы. Вот этот мозг работает в нас до сих пор. И когда мы видим человека перед собой, который нам возражает, который делает это не очень позитивно, который как-то высказывается или показывает невербально нам, что он не совсем настроен на беседу с нами, нам хочется или сбежать от этого человека, или сожрать, если мы чувствуем собственное превосходство в данный момент, почему-то мы считаем себя сильнее. Кстати, позавчера я на заправке вот такую же ситуацию наблюдала, когда оператор со мной вот таким образом разговаривал. И вообще очень интересно, знаете, такие ситуации возникают в жизни, когда вот возникает какая-то тема, я знала, что я еду на клуб, и знала, что будет тема работы с клиентами, очень, видимо, включилась, включила пространство вокруг себя, мне подобные ситуации посыпались. К чему я все это рассказываю? К тому, что это действительно сложно, этому людей надо учить. Есть типичные ответы при таких возражениях, но чаще всего нужно искренне интересоваться своим клиентом, нужно задать себе вопрос, как вы могли сделать по-другому, чтобы не вызвать эту эмоцию. И тогда, если не в этот раз, то в следующий вам это сделать будет проще. Нужно подумать о том, как вы можете пробудить интерес именно у этого человека. Такие вещи возникают, когда человек не чувствует ценность вас, вашей услуги, вашего продукта для себя. Такие вещи возникают, когда вы чем-то человеку не понравились, вы что-то сделали не так. Вот, во-первых, включайте анализ. Что еще хочу сказать? Что, вот, повторюсь, работа с возражениями, работа с такими клиентами, она должна занимать хороший объем вашей работы с персоналом. Тут важно понимать же, да, что такое, ну, что в данной ситуации это возражение, потому что, возможно, этот вопрос направлен, откуда, где может быть возражение, да, возражение может быть в случае холодной продажи, да, а может быть и в случае входящей продажи, то есть входящего звонка, да, прямого запроса. Тут очень важно поделить все эти причины отказа фотосделок, их систематизировать и понять, а где же, и что у нас отваливается, и почему. Потому что, действительно, можно начать решать самую сложную проблему какую-то, да, там, ну, вот, первую попавшуюся, что-то взяли, что вам, там, вы услышали у продавца, но это же всего лишь, там, 5-10% тех остальных отказов от сделок, да, то есть нужно четко разделить, четко разложить для себя все, что происходит у вас в продаже. Я сейчас, да, вот, позволю себе некий такой фривольный шаг, знаете, мне сразу, Михаил, я абсолютно согласна, я пытаюсь сказать вам какие-то вещи, которые не будут являться сильно общими для того, чтобы вы понимали, откуда скакать. И я согласна с Михаилом, что всегда есть какая-то проблема, почему такие клиенты встречаются. Кстати, есть компании, которых таких клиентов, их много, да, но люди считают, что проблема только в людях, в клиентах, которые к ним приходят. Проблема, на самом деле, здесь, внутри у вас. Конечно. И некую фривольность, о чем есть? Может быть, и ваше предложение, оно некорректно, может быть, оно не в рынке, может быть, оно неинтересно этим клиентам, может быть, ваша реклама не направлена ни на целевого клиента, ну, да, да, то есть откуда эти возражения, надо же четко понять, что именно послужило первоначально... Может быть, вы издерживаете обещание, которое даете своим клиентам? Конечно. А может быть, ваша реклама, она нацелена на привлечение совершенно другой целевой аудитории, которой ваша услуга, в принципе, не нужна. То есть первый шаг – разберитесь в причинах, почему вам такие люди встречаются. Я сейчас немножко закончу о том, что есть всегда какая-то причина. Знаете, есть такой анекдот, когда молодой человек приходит к врачу и рассказывает, что у него в отношениях с женой проблемы. И врач ему спрашивает его, ну, врач, видимо, тот, который занимается отношениями, и спрашивает, а вообще, как вы с женой, ну, там, например, спите, он говорит, ну, я, например, сплю на правом боку, он говорит, ну, попробуйте поменять позу на левый бок. Молодой человек поворачивается к врачу, искренне спрашивает доктора, что к маме лицом? То есть, понимаете, у каждого есть какая-то где-то скрытая проблема. И вот где-то есть эта мама, которая мешает развитию хороших отношений. Есть причина, которая мешает развитию добрых отношений с клиентами. Если вы встречаете негативные какие-то, вот, явно негативные вещи, я за то, чтобы попытаться понять, что ограничивает. Коллеги, я, наверное, сейчас резюмирую то, что вы говорите. Спасибо, Сергей, мы тут так это смехаем, мы развернулись. Я просто к чему хочу подвести определенную черту. На самом деле продажами надо заниматься. И вот то, что вы сказали, там, про аналитику, там, про выявление потребностей, там, почему, от чего, анализ и так далее, это говорит только о том, что продажами надо заниматься. У нас же обратная ситуация во многих компаниях, которые удивляются, почему у них ничего не продается, но при этом сами внутри они практически ничего не делают, чтобы систематизировать продажи и понять, откуда приходит трафик, и почему там-то у вас работает, а тут-то у вас не работает. А почему, собственно говоря, продажник у вас именно по этому сценарию работает, хотя должен работать по-другому. То есть очень часто нет всего лишь контроля над тем, что ты делаешь, как ты делаешь. И как раз-таки для того, чтобы контролировать, существуют различные сервисы. Но более того, очень часто руководитель компании не всегда понимает, а как ему правильно сформулировать задачу, чтобы внедрить тот или иной сервис по управлению продажами. И здесь тогда нечем удивляться, почему у него ничего не продается. И он может хоть кого нанять, но если он сам не понимает, как это должно работать, то за него, к сожалению, мало кто поймет. И вот отсюда очень часто проблемы. Сейчас люди, опять-таки упоминая кризис, начинают все свои неудачи спихивать на кризис. Не на это надо спихивать, а на то, что ты сделал для того, чтобы к нему подготовиться. А что, мы не знали, что к нам кризис придет? Знали. Мы начали готовиться за полтора года для того, чтобы сделать таким образом, чтобы взять нишу, например, от нуля, там, например, до 100 тысяч, от 100 тысяч до 250, ну и там, и так далее, и выше. Я вам больше скажу, у меня есть проекты, которые перекрывают все ценовые категории и позволяют мне судить, а кризис настает или нет. Если, например, раньше у меня там в проекте, который от нуля до 100 тысяч, не было заказов вообще, то сейчас 2-3 в месяц. Если раньше у меня, например, средних заказов было больше, то сейчас либо маленькие заказики, либо очень большие. И я понимаю, что мне нужно делать для развития всего, чтобы держать клиента, чтобы ему предложить то, что ему нужно сейчас, даже с учетом того, что сейчас кризисное время. Опять-таки, очень многое зависит от того, как ты анализируешь ту ситуацию, в которой ты сейчас находишься, и та, которая будет через год, через полтора. Да, ты можешь ошибиться, потому что не все великие аналитики, но, по крайней мере, ты собрал всех, поговорил со всеми, определил, кто у тебя слабое звено. Если он действительно не приносит результат, извините, избавился от ненужного человека, который тебя вниз тащит, и остался только с теми, кто хочет идти вперед. А у нас вот этого-то сейчас не делается. Вот в чем вопрос. Я абсолютно согласна с Сергеем. Спасибо вам большое, Сергей, что вы так нас с Михаилом резюмировали. Да, тут же важно понимать, что, например, Сергей, ну, очень неправильные вещи сказал, но если нас слушают владельцы магазинов, то не очень понятно для них, потому что это вопрос сегментации клиентов и проектов для студии, да, как бы понятно. Но у нас же в большинстве, там, условно говоря, если взять магазины, у нас люди не анализируют просто, по каким причинам у них не выполняются заказы. То есть я сталкиваюсь с магазинами, которые там приходят, ну, владелец, который понимает, что да, у меня есть 30% невыполненных заказов, но он не может сказать, а как они распределяются. Он понимает, что он сейчас ничего не зарабатывает, что у него есть 30% отмен, и он не понимает, почему они произошли. То есть, ну, просто даже базовые вещи взять и разложить, систематизировать их, люди этого не делают. Поэтому здесь вот об этом нужно очень четко понимать. Если попробую резюмировать я, я вот все равно за то, чтобы клиентов надо любить. Знаете, говорят про любовь, что любовью об этом говорить не надо, этим надо заниматься. Вот я, сколько бы мы ни говорили о возражениях, сколько бы мы ни говорили о том, как работать с недовольными клиентами, как преодолевать сложности в отношениях, я за то, чтобы этим заниматься, прибегать к различным методам, анализировать. Поверьте, просто прописав алгоритм работы с возражениями, нужно согласиться, уточнить, ответить на уточняющий вот этот вопрос и резюмировать. Вот просто прописав этот алгоритм, вы ничего не добьетесь. Нужно действительно этим заниматься. Отчасти согласен, но не до конца. Нужно не любить клиентов, а нужно заниматься бизнесом. Очень интересные штуки можно взять, если ты проанализируешь. Ну, мне кажется, мы об одном и том же говорим, Михаил. Да, просто очень четко нужно понимать, что есть клиенты, от которых тебе нужно отказаться, которые не подходят под формат его клиента под тем или иным причинам. Или у них низкий средний чек, или они хотят услугу, которую ты не оказываешь, или они хотят другую услугу, или эту услугу, но вывернутую наоборот. Кстати, у меня есть клиент, ветеринарная клиника, где главврач-хозяин клиники каждые полгода повышает цены. Когда я его спросила, зачем он это делает, у нас клиника эта существует в регионе достаточно небольшом, закрытом. Я спросила, чем это делать, он сказал, чтобы отсечь ненужных клиентов. Вот я восторгалась и говорила, знаете, я хочу так жить и работать, чтобы отсекать, и они шли. Я их отсекаю, они идут. Вот это, по-моему, идеальная ситуация. Я в этой ситуации прямо тогда, вот, ну, мои коллеги, они немножко со стороны так больше агентских, да, разных бизнесов. Я, у меня есть там и агентский бизнес, и обычная простая торговля, которая более понятна. Я буду выступать немножко с точки зрения торговли, да, и расскажу интересные кейсы. А баба и га против. Не, не, не против, я просто интересную вещь расскажу, да. Ну, вот, например, суперпопулярная штука, там, 200 рублей за первую покупку. Да, ну, заходите на любой сайт, и будет висеть этот баннер, там, вот, получи 200 рублей на первую покупку. В одном из моих проектов мы эту штуку внедрили и посмотрели, что получилось. Ну, то есть, там, какая-то копеечная конверсия, соответственно, есть в этих подписчиков, но дальше мы начали анализировать, что делают эти клиенты, а они больше всех выносят мозг. Они находят самый дешевый товар, на который действует уже какая-нибудь скидка. Потом они получают эти 200 рублей скидки на этот товар. Потом они просят доставить это в деревню в Новом Уренгое, там, бесплатно почтой России с выкупом на месте, да, как бы. А в итоге еще от этого заказа отказываются, да. То есть, надо очень четко понимать, что, а нужны ли тебе эти клиенты, да. То есть, вот, возможно, действительно есть клиент, с которым тебе и не стоит работать, да, который тебе просто экономически невыгоден. То есть, надо уметь посчитать стоимость этого клиента в своей компании, стоимость его введения, потенциальную прибыль от него, да, последующие какие-то возможные продажи этому клиенту. И вообще, а нужно ли с этим клиентом работать. Может быть, и хорошо, что у него возражение, да, против твоей, ну, там, цены, условно говоря, да. Может быть, тебе и не стоит с ним вообще работать. Но это так, информация к размышлениям. А вот давайте вернемся к таким клиентам. У нас есть несколько вопросов. Вот спрашивает человек, да, вот что делать, если ты там все делаешь для клиента, очень хорошо к нему относишься, все хорошо, а потом начинает какие-то требования повышать, какие-то там задавать вопросы, чего-то требовать. И вот как не расстаться с ним? Или может расстаться? Ну, это закономерно, на самом деле. У нас у всех требования растут, если я не ошибаюсь. Правильно, коллеги? Да, но тут, наверное, вот тут и возникает вопрос, а уметь посчитать ценность этого клиента для себя. А потом, вы знаете, мы же предоставляем какие-то, да, простите. Если это вип-клиент, который тебе, ты понимаешь, что он приносит там x тысяч долларов в год, ты можешь ему и выделить менеджера, и купить цветы на день рождения, и пригласить, и съездить в аэропорт, Проще говоря, мы говорим о том, что здесь очень важен элемент именно бизнеса. Цель бизнеса – это прибыль. Конечно, конечно. Вот и все. Я же поэтому и сказал. Да, абсолютно верно. Надо не любить клиентов, а делать бизнес исключительно. У нас очень много попыток всегда дорогих клиентов что-то повысить, например, там, или новых сервисов получения, да? Отлично, если ты хочешь повысить сервис от нас, прекрасно, ну давай тогда мы с тобой немножко пересмотрим, например, систему оплаты, вы будете платить там не раз в квартал, а раз там за полгода, и мы тогда вам вот в эту сумму включим еще то, что вы хотите. Это всего лишь вопрос переговорный. Просто если вас просят хороший клиент, вы его очень хотите, вы его любите, не хотите его расстраивать, но вы на любые его пожелания говорите «да», он начнет из вас вытаскивать все. При этом, когда вы ему когда-нибудь откажете, он будет искренне удивляться, как так, я классный клиент. А когда вы будете на паритетных условиях работать, когда он вам предложение, вы ему предложение, то есть отлично, мы согласны с вами вот включить этот сервис, вот этот набор услуг, но мы хотим тогда вот так. И вы знаете, тогда это уже деловое общение, оно всегда будет менее подвержено каким-то коррозиям, да, там из-за того, что сказали нет, или так далее, чем просто соглашаться. Коллеги, так, чтобы сразу поясню, я вообще за то, что в бизнесе все должно считаться, что бизнес существует тогда, когда мы что-то считаем. Вот говорить на уровне ощущений в бизнесе, конечно, мы не можем. Здесь я еще увидела одну, наверное, такую вещь, с которой сталкиваюсь. То есть я очень сильно согласна с Сергеем по поводу переговоров, очень сильно согласна с Михаилом по поводу того, чтобы их считать. Я за то, чтобы вы предоставляли полномочия своим менеджерам договариваться, потому что есть, например, у меня клиенты и компании, в которых менеджерам это делать запрещено. То есть очень хорошо, если тогда менеджеры чувствуют ограничения, они становятся менее успешными. Очень хорошо, когда человек, работая с клиентами, понимает вот этот вот размер этого люфта, который он может, те пределы, в которых он может договариваться сам. Не везде это возможно, нужно понимать. Вот если это возможно, то лучше, конечно, лучше это делать. Просто интересный пример, как работают продажники в BMW. Кто-нибудь покупал себе машину в BMW? Не общались в автосалонах? Нет, у меня другая марка автомобиля. Там менеджер по продажам, он сам не решает ничего. То есть тот человек, с кем ты общаешься, он не решает ничего в плане ценообразования. Но у него всегда в зале, в шоуруме, в автосалоне, всегда есть его непосредственно руководитель, который действительно может делать предложение. У них это всегда выглядит так. Тебе распечатывают под комплектацию машины, дальше твой менеджер берет, идет к руководителю, руководитель пишет, там вот цена условно 100 рублей, он ее зачеркивает, пишет 90 рублей. Он к тебе возвращается, тебе дальше начинают продавать, вот 90 рублей. Нет, хорошо, я пойду еще к руководителю. Он идет к руководителю, 90 рублей зачеркивается, пишется 85, и там комплект зимней резины. Ну вот такой диалог. То есть действительно хорошо, если бизнес подразумевает возможность ценового движения, то это возможно. Тут важно понимать четкие правила. Например, у меня в магазине менеджер не имеет права дать скидку. Вот есть цена на сайте, никакой другой цены невозможно. Да, есть клиент, который имеет по своему статусу определенные скидки, он их получает. Очень важно иметь правила игры. И на нашем рынке многие торгуются, 90% на моем рынке торгуются по телефону, мы по телефону не торгуемся. При этом наши показатели на порядок выше, чем у всех остальных конкурентов. Очень важно, чтобы тот человек, который там общается по телефону, он был уверен в этом и понимал, почему такая цена, почему вот и все. Действительно, где-то это нужно, но очень важно, чтобы менеджер понимал вот эти границы и в каком случае ему нужно опуститься на ступеньку ниже в своей цене. Потому что, конечно, пример с автомобилями, он замечательный, но у меня сразу возник вопрос, как оценивают вас, когда вам делают скидку на какие-то… Нет, нет, ну там задача продать исключительно. Они просто понимают, что они могут продать там максимальную скидку, там известно в автосалон, какая маржинальность, да, у них есть там максимальная скидка. Ниже этой цены они все равно не продадут. Но ты просто, приходя в автосалон, должен понимать, что ты должен его продавить на эту цену, ну иначе ты переплачиваешь просто. Ну вот есть некие правила игры, здорово, если они есть, если они четко обозначены, если ваши люди понимают эти правила игры, ваши сотрудники, если вы сотрудники нас смотрите, если вы эти правила игры понимаете, потому что вот… А если нет, бегите к руководству. Бегите к руководству и оговаривайте эти правила. Вот я почему стала говорить про автомобили, вот, наверное, не такой поток, хотя я им желаю успеха, но не такой, наверное, поток покупателей, как в каком-то другом бизнесе, если каждый раз будут дергать руководителя по поводу предоставления какой-то скидки, опять же, на основе чего руководитель будет делать выводы, почему, как, что будет при этом испытывать клиент, когда ему там эти вот опускают там 5 рублей плюс 5 рублей, ну условно говоря, это вот уже эмоции, наверное. Ну это же понятно, что это психологический ход, и понятно, почему это делает BMW, я не зря назвал, это премиум марка, и, в общем, человек, который приходит, ну с большой долей вероятности сам является руководителем, занимает какую-то руководящую должность. И у них договариваться имеет право человек, какой-то назначенный сотрудник, это его, одна из его функций. Конечно, конечно, конечно. А если будем бегать, например, вот если ко мне мои сотрудники будут каждый раз обращаться, это сложно. Конечно, это же не руководитель автосалона, понятно, что он ходит к старшему продавцу, ну, как у них называется должность, неважно совершенно, да. Но это некий ритуал, который, и это сделано, то есть это правило, оно дается сверху именно концернам BMW. Ну вот то, что сейчас говорит Михаил, да, это есть способы такие влияния на клиентов, когда вы понимаете, проведя определенные подсчеты, да, вы понимаете, что вы не можете больше дальше двигаться, и предоставлять какие-то преференции своему клиенту, вам это становится невыгодным, и вам проще почему-то на сегодняшний момент ему отказать, вы говорите о том, что, ну, к сожалению, это правило компании, на сегодняшний момент это так. И предоставляйте право ему дальше решать, оставаться или нет. У меня вопрос тогда в тему, вот если, например, вы пришли покупать, ну, ту же марку, да, о которой вы говорите, она стоит 100 рублей, а у вас в кармане 75, вам ее продадут? Это вопрос к той марке, ну, вопрос не ко мне, я думаю, что нет. Ну, нет, там, я... Продадут, продадут. Здесь вопрос... Нет, вопрос 75 или 50, да, вопрос какой дискорд? Нет, понятно, просто был очевидцем, когда человек пришел с деньгами, сказал, я хочу вот эту вот, вот именно эту комплектацию, вот у меня столько здесь денег. Понятно, что были там переговоры, они не хотели, мялись-мялись, но в результате продали. Это как бы... Нет, у них есть дно, ну, у них маржа, она там всем известна, она там от 5 до 10 процентов. Они зарабатывают не с продажи самая бюджета. Они не с продажи автомобилей зарабатывают, безусловно. Сейчас немножко, как мне кажется. Тут же очень важно еще понимать, что они, условно говоря, тот, кто пришел и сказал, вот у меня столько денег, он мог уже не первый раз к ним прийти и не за первой машиной. И они там... Я думаю, что надо возвращаться уже в наш русло, все-таки нашего диалога. Я сейчас хотела сказать, что мы, в общем-то, в своем русле. Я хотела добавить, знаете, вот наблюдаю за дискуссией коллег и хочу сказать вот что. Наши клиенты на сегодняшний день – это высокообразованные люди. И мы сейчас приводим пример о том, как клиенты торгуются, заставляя нас снижать цены, предоставлять им более серьезные условия. И это говорит о чем? О том, что продажами нужно заниматься, о том, что тех, кто допущен к источнику доходов вашей компании, к вашим клиентам, их нужно обучать, их нужно тренировать, правильно подбирать, выбирать правильные инструменты для управления бизнесом, делать все для того, чтобы ваши высокопрофессиональные клиенты, которые умеют манипулировать, знают законы, у них тоже появляются определенные желания, невозможно, тоже где-то работают, чтобы они получали то, что они хотят получить. Коллеги, а у нас тут есть настоятельные такие просьбы от зрителей рассказать про штрафы и системы поощрений. Очень любимый вопрос мой. Можно я начну? Да. Сергей и Михаил присоединятся. Вот это еще один способ закидать меня тапками, может быть, кто-то там сейчас попытается это сделать, но я всегда про то, что, знаете, вот есть определенный закон, что подтверждаем, то и получаем. На что мы обращаем внимание, где мы держим фокус, там мы и получаем результаты. Проще говоря, если мы обращаем внимание на достижения своих сотрудников, хвалим тех, кто достиг хороших результатов, примируем тех, кто добился высоких каких-то целей, говорим об этом, там, другими разными способами, вешаем на доску объявлений, там, доска почета, лучший сотрудник, предоставляем право обучаться, ездить в командировки, быть наставником. Но тут уже подвязываются мотиваторы тех людей, с которыми вы это будете делать. Вот вы это и будете получать в компании. Вы это и будете растить, вы это и будете генерить, вы это и будете тиражировать. Если вы начинаете прописывать систему штрафов, если вы начинаете наказывать своих людей за опоздания, нарушения, за низкие планы, если вы начинаете запрещать им пить кофе и считать время, сколько они тратят на перекуры, вот вы с этим и останетесь, вы будете с этим бороться. Вот мое мнение такое, я всегда в своей практике на это руководителя ориентирую. Согласен, расскажу из своей практики, мы говорим про продающие должности, соответственно в моем, у меня все, кто завязан так или иначе с продажами, это основной их доход, это процент от продаж, дальше, автоматически если человек не продает, он недозарабатывает, он сам себя штрафует, мы не говорим про штраф, но человек автоматически понимает, за что и сколько он получит. Денег в конце месяца, ему самому выгодно продавать. Пробовали разные схемы мотивации, пришли к выводу, что схема мотивации должна быть максимально простой, чтобы человек ее очень четко, очень быстро понимал. В любой момент времени ему посчитать. Да, да, мы пришли к тому, что в системе продавцов, они прям видят свой текущий оборот и видят свой план, они понимают, сколько им нужно, отстают, не отстают. У нас там делится, если мы говорим про продажи в магазинах, делятся разные проценты в зависимости от товарных групп, которые они продают, они замотивированы на продажу конкретных товарных групп, которые нам интересны. Вот. Они это видят, это дает максимальный результат. Как-то штрафов у нас в компании нет. У нас есть бонус. То есть мы думали, как сделать так, чтобы люди не опаздывали, ну, как-то вот, ну, все-таки есть график, рабочий день там и так далее. Мы придумали, окей, нам не жалко, если человек каждый день приходит вовремя, мы заплатим еще ему небольшой бонус в конце месяца. Но если ты один раз опоздал, то этот бонус не получаешь. Ну, как бы, то есть мы вроде как не оштрафовали, это плюсом идет, но его же получить каждому хочется. Ну, там, не то, что там... Ну, только бонус должен быть, знаете, если мы рассматриваем месячную вот ситуацию, один месяц, то это должно быть по объему не менее, по ценности, не менее 10% от его заработной платы. То есть, к примеру, если мы предоставляем ему, там, путевку, там, на выходной день в пансионат или какие-то билеты, там, в кино, или... Вот это должна быть определенная ценность в этом, чтобы люди включались в соревнования. Наверное, я тоже дополню немножко. Я действительно согласен с вариантом Михаила, если мы говорим именно про продажников и люди, которые, в общем-то, основные деньги зарабатывают с процента продаж, то бишь с результата, а, следовательно, со своей компетенции продажника, а компетенцию как раз ты получаешь в той специфике, куда ты пришел работать. Вот. Здесь, как бы, действительно, и у нас то же самое, в общем-то, продажник сам себя оштрафует своим результатом. Вот. У нас есть другая вещь, которой люди действительно стремятся. У нас люди стремятся выполнить план не только потому, что это принесет им дополнительных денег, но и потому, что у них будет свободный график посещения работы. Тем самым мы решаем проблему, там, всяких опозданий и так далее. То есть есть дни, когда они обязаны быть, так как у нас сейчас все в онлайне, Битрикс24 позволяет, там, жить везде, там, хоть уезжай, там, в разные, там, замечательные страны теплые, там, и живи на пляже. Вот. И это позволяет ему все равно работать и быть в курсе того, что происходит, да, в компании, там, с продажами каких-то его проектов он может спокойно позвонить, там, через телефонию и так далее. Но вот сама суть того, что при выполнении плана ты месяц можешь не ходить на работу официально, это мотивирует людей, чтобы план сделать. Потому что они начинают строить планы, что вот я сейчас план закрою, я буду ходить уже спокойно, там, заниматься спортом, там, не в 7 часов утра, не в 6 вставать, а спокойно там встал или там вечером, когда. То есть он уже может правильно распределить свой график. Но самое важное, они хотят это сохранить. Вот, 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 я, кажется, хотел, что мне интересно было, какой показатель на второй месяц. И вот это вот очень сильно, сильно мотивирует людей, очень большой. На самом деле, вот те, кто остаются, те, кто проходит испытательный срок и начинают показывать стабильность, они, там вопрос денег уже стоит на втором плане. Вот чувство свободы от того, что ты можешь не посещать работу, заниматься своими делами. То есть они в свободном графике потом тоже выполняют планы на второй, третий месяц. Конечно, потому что это их мотивирует по-другому перестраивать свою работу. И вот в этом у нас, в общем-то, большой плюс, потому что, ну, я уверен, что вот и сидящих здесь ни у кого такого варианта нет. Ну вот, вообще, я сейчас пытаюсь обратить внимание вас всех на Михаила и на Сергея, на то, что вот на чем они держат фокус, вот те результаты они получают. Если бы они захотели штрафовать людей, наказывать, они бы сейчас об этом сидели долго, разговаривали, и, скорее всего, результаты были не такими. А я приведу пример из своей практики. Я недавно разговаривала с одним из клиентов, у него сделки заключаются там разово по два, а по три миллиона, и менеджеры работают вот на таких суммах. Он говорит, у меня есть такой замечательный продавец, продавать умеет, но, зараза, не замотивирован больше определенной суммы. Вот он зарабатывает себе в месяц определенный объем денег, говорит, получает, закрывает эту сделку, а я понимаю, что он еще может. И, говорит, вот он получает комиссионный, и ему хватает, и я начинаю, тогда, говорит, включаюсь, работаю я. Я начинаю подсовывать ему интересные статьи, варианты, варианты, как потратить эти деньги, да, чтобы он их потратил и начал заключать дальше. Это же, на самом деле, совершенно известный психологический факт, да, то есть у каждого человека, да, у каждого человека есть уровень достаточной нормы определенной, да, при достижении которой человек расслабляется, и хорошо продажнику быть голодным, да, хорошо, ну, ты получаешь там икс рублей, да, тебе хватает, ну, иди купи в кредит машину, как бы, да, тебе будет чуть-чуть не хватать, как бы, да, это будет стимулировать, как бы. В том, что продажники, один из мотиваторов у продажников должен быть деньги, если человек не замотивирован на деньги, хорошим продажникам он будет вряд ли, ну, или только на какое-то время. Но здесь, на самом деле, тоже такой условный вопрос, потому что, если человеку хватает, и он достиг точки комфорта, то вы можете хоть из кожи вон вылезти, но, как бы, вы ничего не добьетесь, там, хоть статьи, хоть чего. Это я говорила в самом начале, эти вещи формируются долго и дорого для компании. Здесь вопрос-то другой, здесь по жизни человек все равно идет вперед, и когда-нибудь этот человек, если ты видишь в нем, ну, собственно говоря, компетентность определенную, ты уже вложил деньги, ты видишь его стабильность и так далее, рано или поздно он встанет с какой-то задачей, которая потребует увеличения целей. Здорово, если эта задача встанет, когда он работает в вашей компании, что ваши вложения в него не были бесполезными. Но я боюсь, что, как бы, здесь это не управляется, ну, абсолютно никак, и с этим ты либо миришься, ну, либо меняешь одного на другого, беря риски того, что ты возьмешь, там, и три раза еще можешь поменять этого человека на месте этого человека. В нашем плане, вот, если меня спрашивать, как руководители, я бы его спокойно оставил, пусть он там работает, он был бы загружен всегда таким количеством заказов, которые вот не понижали бы его точку комфорта, а может быть, даже сделать его чуть выше, чтобы он понимал, что приложив чуть-чуть усилий, он может немножко сделать лучше. Но если ему это не надо, никак его не заставить. Если это не надо, это никак не заставить человека, это факт, ну, как бы даже бессмысленно, ну, особо пытаться... У нас в беседу активно включились наши слушатели и зрители, значит, во-первых, пишут, что действительно деньги никого не мотивируют, эмпатия не зависит от денег, хорошего продавца не мотивирует процент из продаж, вот есть такое возражение, это иллюзия, пишет человек. И есть очень много возражений по поводу свободного графика. Люди переживают, кто будет отвечать на входящие звонки. И, значит, если менеджер будет сидеть дома, то он выйдет на те показатели, которые выйдет ранее. Сейчас все зачитаю возражения, секундочку. Значит, с свободным графиком это перебор. Ну, в общем, примерно в том же самом ключе все возражения, что это нереально вообще работа из дома, давать те же самые показатели, что и в офисе. Бизнесы разные, ребят. Ну, абсолютно разные бизнесы, абсолютно разные руководители. Разные компании формируются разными руководителями, имеющими разные ценности убеждения. Вот, например, к примеру, я предположу, Сергей обладает, я предполагаю, высоким уровнем самоменеджмента. И он подбирает подобных себе людей. Люди, работая на расстоянии, у него способны добиваться результатов. Я по характеру такой человек, что мне часто мои тренера нужны рядом. Для того, чтобы вдохновляться, для того, чтобы рожать новые идеи, для того, чтобы увидеть отдачу от них, поймать их эмоции. У меня другой бизнес. Хотя мы тоже очень много работаем в удалении. Мы все разные. Нет, конечно, конечно. Если мы говорим про интернет-магазин, то говорить о том, что у тебя продажник интернет-магазина может находиться где-то там вне офиса, это малореально. Если мы говорим про продажу софта, каких-то продуктов, даже услуг моей сервисной компании. Ну, кстати, мои услуги хорошо продаются на расстоянии. Вот абсолютно. У нас продажники, их нет в Москве, некоторые не в России даже. Нам никакого смысла держать их в Москве и платить московскую зарплату совершенно нет. Никакого совершенно смысла. Он говорит о том, что единого ответа на все вопросы не существует. Конечно, конечно. Тут нужно брать каждую конкретную ситуацию, конкретный бизнес, конкретные потребности, задачи, что входит в обязанности этого сотрудника. Если у него 10 встреч в день, так он и так в офисе не будет появляться, он будет только по встречам ездить. И говорить, что у тебя, друг мой, рабочий день с 10 до 6, да бессмысленно. Потому что у него будет встреча в 6 начнется и в 11 вечера закончится. Надо сидеть, значит, он будет сидеть на ней. А в какой-то другой ситуации, когда у вас просто идет поток входящих звонков, конечно, надо отвечать в тихом месте, чтобы никто тебя не отвлекал. Давайте немножко поговорим про технологии и отвечу на все замечания, которые были по поводу свободного графика. Ну, как мне кажется, да, что обычно критически к такому графику относятся руководители компаний, потому что они не знают, как управлять сотрудником, который они не видят. Это раз. Второй момент. Все говорят, а что будет с входящими звонками. Господа, ну, у нас клуб Битрикс24, а в Битриксе встроена возможность телефонии, которая перенаправляет входящий звонок на конкретного менеджера. К тому же, если менеджер в свое время грамотно, то бишь компетентно завел своего клиента в систему, привязал туда мобильный телефон, и теперь система, когда понимает, что вот этот человек звонит, у него ответственно вот это. Если его нет в офисе, да, и он не берет внутренний номер, идет переадресация на мобильный телефон. У меня ставят вопрос. Может быть, господа, вам немножко нужно набраться компетенции в управлении, опять-таки, возвращаясь к нашему вопросу. И не бояться этого. Ведь только результат является критерием оценки конкретного продажника. И если продажник продает, скажите мне, пожалуйста, какая разница? Он продает, сидя в офисе, он продает, сидя дома или на берегу какого-нибудь моря. Вам от этого какая разница? Мне никакая. Даже удобнее, если его нет в офисе. Нет, тут как бы не проблема. У нас офис, если честно, пустует, и там куча свободных кресел, и я все периодически пытаюсь их всех занять. И я не вижу в этом никаких проблем. Я согласен с тем, что есть определенная специфика. Что если, например, ты кул-центр, и у тебя там люди сидят на телефоне и продают исключительно там БАДы через телефон, то понятно, что свободный график не вариант. И то, что называть свободным графиком. Человек идет по улице, он может точно так же отвечать на звонок, если у него там вся технология настроена. Вопрос, что он делает, кроме ответа на входящий звонок. Поэтому я не боюсь этого, я это пропагандирую у себя внутри компании. Более того, говорят люди, что не всегда деньги являются мотиватором. Ну согласитесь, не всегда и там пирожки, там всякие, там билет в кино, тоже не всегда мотиватор. А вот когда ты можешь формировать свой день так, как тебе надо, но при этом ты знаешь, что для того, чтобы не потерять эту возможность, тебе нужно сделать вот эту задачу как минимум. Ну здесь только компетентность продажника, его умение продавать, работать с клиентом, получать все необходимые возможности, удобно работать с клиентом. Именно это является результатом, в общем-то, конечного продавца и достижения его там финансовых показателей. Можно про мотиваторы добавлю буквально два слова. Я не пыталась говорить о том, что людей, есть люди, которых мотивируют только деньги. Если человека мотивируют только деньги, значит от такого сотрудника, как я считаю, стоит избавиться, потому что этот единственный мотиватор, его могут увести от вас в любой момент. Предложено на три копейки больше и уведут. Но таких людей действительно очень мало. У людей намного больше мотиваторов, чем один. И есть набор таких вещей, таких кнопок, на которые вы можете нажимать у каждого. Для кого-то это важны отношения в коллективе, для кого-то интерес, для кого-то отношения, сложившиеся с руководством, для кого-то карьера, для кого-то действительно на данном этапе жизни высокая заработная плата, стабильная. Для кого-то это место, которое рядом с домом и так далее, и так далее. У каждого человека есть несколько мотиваторов. Здорово, если вы научитесь это распознавать. Какие мотиваторы есть у ваших сотрудников и что вы можете сделать для того, чтобы они работали хорошо. Ну понятно, что мотиваторы это те вещи, которые должны быть реализованы в вашей компании в процессе работы для людей. Вот и все. И второй момент. Вот я присоединюсь по поводу Bittrex24. Не зря мы здесь сегодня все собрались, да? Вот, товарищи мои хорошие, освобождайте, пожалуйста, время в своей жизни для действительно важных вещей. Используйте современные программные продукты, используйте современные сервисы для того, чтобы облегчить свою жизнь, облегчить управление. И не пытаться поймать кого-то за хвост, а делать свою работу хорошо, достигать результатов и получать от этого удовольствие. И еще продолжать жить. Я всегда привожу в пример такой вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, в чем разница между эффективным руководителем и результативным руководителем? Не буду ждать ответа, так как у нас людей много слушают, а время у нас ограничено. Вот результативный достигает результатов в кратчайшие сроки любыми способами. А эффективный еще и живет при этом. Поэтому делайте выводы, используйте важные какие-то новые, новейшие вещи в своей жизни. Давайте вернемся к вопросам. Значит, был еще целый блок вопросов про неадекватных клиентов и про потребительский терроризм. Вот как это отследить сразу и как с этим бороться? По статистике этих людей всего 4% от общего количества. Я бы рекомендовала максимально корректно и максимально быстро с ними прекращать взаимоотношения. Предоставляем полную информацию и возможность обратиться к вам, когда им будет это необходимо. Но по поводу неадекватных клиентов я бы хотела всех предостеречь. Буквально недавно я уволила человека за подобные высказывания, которые... Ну, его высказывания отражались на поведении по отношению к клиенту. Он доказывал мне, что человек неадекватный, на что я всегда говорю, мы не врачи, мы не имеем права ставить диагнозы, что такое адекватный или неадекватный. Человек принес деньги, он хочет получить услугу, задай себе вопрос, что ты можешь сделать для того, чтобы он остался доволен. Ну, понятно, в рамках тех правил, на которых мы играем. Поэтому я бы вот на таких вопросах очень долго не висела. Статистика говорит о том, что этих людей действительно немного. Что делать корректно, максимально быстро, прекращать контакт. Спасибо. Так, наверное, перейдем немножечко больше в сторону технических вопросов. Вот смотрите, вопросы всяческих скриптов, отслеживания. Михаил, к вам вопрос. Да, 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 я внимательно слушаю. Да, вот расскажите, пожалуйста, немножко, наверное, вот без конкретных вопросов, просто о том, что вы делаете, и как это может быть полезно, и насколько вообще это нужно или не нужно кому-то. Ну, да, то есть, действительно, была целая серия вопросов, связанных со скриптами и с телефонными продажами. Немножко расскажу о том, чем мы занимаемся, чем наш сервис занимается, чем он тут может помочь. Собственно, ну, в любом интернет-магазине, да, мы должны понимать, что весь контакт идет только по телефону. И крайне важно понимать, что же на этом телефоне происходит. То есть, тут, и тут есть два уровня контроля. То есть, мы можем контролировать просто процент конверсии. Ну, получили 100 входящих звонков, получили на выходе 30 заявок, там, да, все хорошо или все плохо, да. Ну, дальше вот нам надо четко понять, а почему мы получили 30 заявок, можем ли мы из этих 30 получить 50 или 70, да, или уже невозможно это. И, собственно, с этой проблемой я столкнулся в своих магазинах, да, когда начали анализировать, что, ну, там, научились считать показатели операторов, посмотрели и видим, что, ну, данные сильно разнятся. То есть, в среднем по компании вот такие цифры, а когда ты их делишь там на каждого отдельного оператора, видишь, что у Васи из 100 звонков 60 заказов, а у Пети из 100 звонков 20 заказов, да, как бы. Начали разбираться, что с этим сделать, как с этим можно, как с этим бороться, да. Ну, благо, у меня там в ритейле большой опыт, там, интернет-магазин тоже большой. Начали смотреть, ну, увидели, благо, такая сейчас современная вся эти технологии, все записи разговоров есть, да, начали думать, что с этим можно сделать. Ну, просто сами сели, начали слушать звонки, поняли, что происходит, ну, там, в половине случаев происходит там ужас на телефоне, да, как бы. Что мы сделали, да, то есть, такая краткая инструкция, как мы сделали, как рекомендую делать Вам. Вы берете, там, наверняка эти вопросы задавали маленькие магазины, да, собственно, там, средние и малые магазины. Ну, там, я не знаю, там, 200, 100, даже там от 10 до 200 заказов там в день, да, как бы. Вот. Что нужно сделать? Возьмите пул звонков. В каждого оператора отдельно лучше, там, звонков по 100 каждого оператора, там, входящих. Прослушайте, сядьте сами, вот, владелец магазина, если есть директор магазина, с директором магазина, сядьте вдвоем, прослушайте, потратьте полдня на это. Прослушали звонки, одновременно прослушивая их, выделите самые популярные вопросы. Просто прям ручкой на листочке выписали себе, да? Вопрос от клиентов. А вопрос от клиентов, да. Сколько стоит, какая доставка, почему так дорого? Ну, все, вот вы выписали, просто у вас получился там список, он не будет большим. Ну, он, может, у кого-то это будет 30, у кого-то 100, у кого-то 200 вопросов, да? Ну, это совершенно конечный список, он совершенно корректный получается. После того, как вы это сделали, сделайте это по всем вашим операторам. Ну, у вас вряд ли их больше пяти, да? Если задаются эти вопросы, вряд ли их там, вот, много. Вот. Вы получили набор вопросов. Дальше возьмите эти вопросы, сгруппируйте по типам. Есть вопросы, которые относятся к товару, есть к доставке, есть к качеству товара, да? Есть к работе магазина. Отлично, мы получили группу вопросов. Вот сейчас мы получили группу вопросов, а теперь давайте подумаем, что из этого, на какие из этих вопросов можно ответить уже на сайте, да? То есть не нагружая ваш колл-центр, на что-то можно уже ответить на сайте. Можно, условно, вопросы про наличие или срок доставки. Если у вас там свой склад и понятная работа курьерской службы, вы можете уже в карточке товара написать, что доставка завтра, вы же знаете, откуда этот человек идет, да? Из какого города к вам пришел. То есть все это можно написать уже в карточке. То есть мы вот получили пул вопросов, и на многие из них мы ответили в карточке. Там потом мы делали замерз, я чуть позже расскажу, как. Через два месяца мы увидели, что процент этих вопросов существенно снизился, да? Как бы. Вот. Получили группу вопросов, на каждый вопрос из этой группы придумайте правильный ответ. То есть вы можете, может быть, вы это сделаете сами, может быть, вы это сделаете с помощью экспертов в продажах, да, каких-то, кого-то привлечете. Но придумайте, как правильно отвечать на каждый из этих вопросов. И почему? Да, приведу простой пример. Тогда, когда я этим занимался, вот у нас в компании, офис у нас находился в метро Волгоградский проспект. Я всю жизнь жил на востоке Москвы, но никогда не знал, где же физически находится вот это метро. То есть я понимал примерно район, но вот где оно там находится на карте, никогда не знал. И когда шел звонок к нам в офис с вопросом, где вы находитесь, ну, там, для самовывоза, чтобы приехать, оператор отвечал, метро Волгоградский проспект. На том конце был молчанец. Я понял, что эта станция неизвестна никому. Ну, так и есть, потому что там промзона, да, как бывший завод ОЗЛК, как бы, да, там располагался. Чисто для этого она и была сделана, станция. Начали думать, что с этим делать. А оказалось, что на самом деле офис находится очень удобно. Он находится на третьем кольце прямо, пересечении с Волгоградским проспектом. И начали давать новый ответ. Ну, просто дали ответ, что офис находится на пересечении третьего транспортного кольца и Волгоградского проспекта. И там дальше подъехать можно с любой стороны. То есть мы знаем, что к нам едут только на машинах. У нас там крупногабаритные товары. К нам едут только на машине. Поэтому нам нужно давать, метро не важно, нам нужно дать по магистралям. Третье кольцо знают все. Волгоградку, ну, большинство поймут, по крайней мере, какая это часть Москвы. Все. Мы вот этим движением, после того, как внедрили эту штуку и внедрили ее в выполнение, подняли у себя процент самовывозов на 50%. Я немножко сейчас отойду от деталей, наверное, касаемых специфики, да, вот продаж Михаила по поводу скриптов и всего остального. Я тоже потом добавлю. Мне кажется, что здесь очень важно именно то, чем ты занимаешься. Потому что вот у нас, хоть мы занимаемся там разработкой сайтов, внедрением порталов там на Битриксе, но вот, например, ну, многие со мной не согласятся, хотя, в общем-то, именно компетентные люди понимают, что и так нету, например, стандартного интернет-магазина. Нет, конечно. Нет. Прямо одну секундочку. Ровно поэтому я сказал, сядь владелец магазина и директор этого магазина, да, вот это люди, которые максимально, с одной стороны, замотивированы, с другой стороны, они максимально погружены в этот вопрос. Ну вот, но если касаться, например, именно самого вопроса по поводу сценариев, они всегда разные, потому что вот моя практика, я вот как раз-таки, Аня, говорил перед выступлением, что вот я стал продажником, потому что у меня очень много неудачного опыта. Я не прочитал ни одной книжки по продажам и так далее, и там подобное. Но я не стеснялся ходить и получать отрицательный результат, чтобы потом на основании вот анализа этого отрицательного результата понять, как нужно делать. Я перестал готовиться ко встречам. Я практически сейчас на все большие контракты, которые я заключаю самолично, у меня нет коммерческих предложений. Но я прихожу и начинаю разговаривать с бизнесом и хочу понять его цели. На языке бизнеса. Удивительно, но люди, которые ставят задачи вот в нашей специфике, они не понимают цели бизнеса, которые хотят люди решить внедрением интернет-магазина. Они приходят с задачей, нам нужен интернет-магазин. Для чего, почему, от чего. И когда ты задаешь вот эти простые вопросы, люди говорят, ну, надо, сказали там и так далее. Поэтому вот в нашей специфике, я так считаю, да, по крайней мере, наш результат по продажам говорит о том, что, может быть, кто-то согласится с этим, может, кто-то нет. Это работает. Но мы не можем сделать универсальный скрипт для нашего клиента. Безусловно. Это очень сильно зависит от бизнеса. Я понимаю людей, которые задавали этот вопрос. Потому что тут вопрос, скорее всего, от магазинщиков. И в магазины вопросы идут очень структурированные и очень одинаковые. Я сейчас договорю, и я это вижу просто по нашим клиентам, которые за следующей услугой уже приходят к нам в дальнейшем. Вот после того, как вы разработали вот этот набор правил работы с клиентом, правил ответов, да, я даже их не называю никогда скриптами, я их называю именно правилами работы. Очень важно контролировать выполнение этих правил, да, потому что оператор сегодня сказал так, а послезавтра сказал так, он забыл, и все хорошо. Если его не поправили, не направили, не показали, что он неправильно это делает, да, он так и будет делать, так, как он там считает нужным. Вот. И что мы делаем? Что мы сделали сначала для себя, а потом начали предлагать всем желающим? Мы разработали сервис. Так как звонки все пишутся, и есть правила. Очень легко посадить кого-то, чтобы он начал прослушивать и проверять, а правильно ли это все, соответствует ли это скрипту, да, соответствует ли это правилам, этот ответ на этот вопрос. Вот. И мы столкнулись с рядом проблем, что человек первый месяц оценивает корректно, второй месяц может расслабиться. Если их посадить вместе, там даже в большом офисе, они все равно начинают дружить между собой, и оценка уже будет такая, какая нужна того, кого оценивают, да. Поэтому мы быстро очень поняли, что, ну, во-первых, оценивающий должен находиться вне зоны круга общения, вне офиса, и они не должны быть знакомы, да. И оценка должна каждого звонка происходить два раза. В итоге мы сделали сервис, который позволяет вам загрузить критерии оценки, загрузить разговоры, после этого наши сотрудники прослушают, ну, живые люди прослушают эти разговоры и проставят на ваши критерии оценки, соответствовал ли этот разговор этому критерию. То есть у вас есть там пачка критериев 10 для такого типа разговоров. Вы в автоматическом режиме загружаете все эти разговоры туда, мы это оцениваем, вы видите результат, да. У нас в моих магазинах это поставлено полностью на автомат, мы понимаем, какой процент звонков нужно слушать, загружаем из магазина звонки туда, результаты автоматически в СРМ-системы выгружаются, и у базовых сотрудников, которые работают на телефоне, это напрямую завязано на эти показатели зарплата, да. То есть там получается, что при выполнении этих правил у него и так показатели растут, потому что мы это проверили, мы это знаем, и плюс мы его заставляем эти правила выполнять, как бы два раза у него в зарплате, условно говоря, этот момент откладывается. Вообще я хотела добавить, что, конечно, во всем существует здравый смысл. В одной ситуации мы понимаем, что у нас на обратной линии, у нас на другом конце или бизнес, или человек, и нельзя прописать скрипт, это не робот, мы никогда не знаем, как он нам ответит и как он отреагирует. А есть другая ситуация, когда в этом бизнесе это приемлемо и это нужно. Например, Михаил сказал про ритейл, у меня недавно был очень интересный случай. Мои клиенты, они в ритейле, значит, на кассах ввели допродажу определенных акционных товаров, каждый день этот товар меняется, и кассиры предлагают каждому, кто совершает, оплачивает покупку, приобрести этот товар. Но они получают, кассиры, хорошие деньги за это, хотят это делать, но когда эта акция начиналась, они не предоставили людям скрипт, условно говоря, сценарий, как это предлагают, что получилось. В результате я звонила, мы смеялись с тренерами, исправлять эту ситуацию исправили, но тренера внутренне этим занимались. Но было очень интересно наблюдать, очень смешно, когда сидит кассир на кассе и говорит, товар по акции не желаете? В вопросе заложено сразу, да? Подсказка ответа. Покупатель говорит, нет. На что кассир спрашивает, а чё? И они так делали практически все. Я назвала это формат, а чё? И звонила и рассказывала в учебный центр, что происходит. Шутка, да, шутка, но в масштабах бизнеса эта шутка может стоить очень дорого. Очень дорого. Да, предоставьте людям возможность знать, как действовать. Предоставьте правила, предоставьте скрипт, по которым они могут спросить, задать 2-3 вопроса, и комментарий какой-то, который они могут сказать. А то вот это вот «а чё?» звучит очень иногда дорого. В этом плане, безусловно, есть те моменты, которые не заскриптуешь никак, никакой правила туда не наложишь. Но есть ключевые моменты, есть переломные точки разговора. Если мы говорим про магазин, это вопрос цены. Всегда, когда человек спрашивает, сколько это стоит, он всегда, услышав ответ, как стандартное «здрасте», магазин его приветствует, «а сколько у вас стоит этот белый стаканчик?» Его сейчас интересует только цена. Он понятно, что он сейчас обзванивает 10 магазинов. И если оператор правильно отработает вопрос цены, этот стаканчик стоит 5 рублей, а вам нужна партия 100 штук или 200 штук, потому что цена отличается. Или спросит ещё, я не знаю, вам нужна доставка сегодня, завтра, после завтра в Москве, в Петербург, ну, неважно, любой вопрос. Он завяжет диалог. Вероятность того, что дальше состоится продажа, намного выше. Мы ответили на вопрос и продолжили наш диалог дальше. То есть вот такие моменты, они всегда есть. И вот ровно на таких тонких моментах мы и составляем свои правила. А по поводу допродаж и правильности допродаж, очень важный момент, потому что, например, я в своём магазине, мы ввели в нашем магазине правила допродажи товара, который в итоге сейчас, вот я там смотрю результаты, сейчас вот мы ещё подняли цены. Это товар-аксессуар, который продаётся к 50% наших основных товаров, и мы вывели, что нам денег этот товар-аксессуар приносит сильно больше, чем многие основные товарные группы в конце месяца. Потому что на неё наценка 99%, цену мы поднимаем, и в итоге мы просто видим, сколько денег мы зарабатываем на этом доп-товаре, которого даже нет на сайте. Поэтому и общаясь с разными бизнесами, с нашими клиентами, для некоторых клиентов я тоже аналогичные товары придумывал, которые стоят 200 рублей, их готовы покупать практически все, кто является вашими клиентами, и это ваша чистая доп-прибыль. Если вы введёте правила до продаж у себя в компании, если вы начнёте делать до продажи, прибыль вырастет сразу буквально на 30%. Мы когда внедрили все наши правила в моё... Без дополнительных вложений в товар, в услуги, ваш оборот вырастает в разу. Когда мы внедрили все эти правила и начали проверять выполнение всех этих правил в нашем магазине, мы получили прирост в деньгах за два месяца плюс 40%. Михаил подтвердил мои цифры. Это просто конкретно мой магазин, конкретная цифра, и, как вы понимаете, до внедрения он тоже был прибыльным, а потом мы ещё плюс 40% начали делать. Это такой ощутимый денежный доход. Это ещё одно доказательство, что продажами надо заниматься. Конечно, конечно. Давайте перейдём к следующему блоку вопросов, совсем уже технических. Рассмотрим о том, как автоматизировать продажи с помощью каких-либо систем. Ну и, разумеется, мы будем говорить о BITX24, о нашей CRM. Я тогда передаю микрофон Сергею. Можно не я передам микрофон, а кто-то ещё? Просто если я сейчас не отдам микрофон, я Сергея буду перебивать. Спасибо. Начнём мы с вопроса, наверное, такого более общего, о том, как можно использовать BITX24 в небольших компаниях, а потом уже перейдём, наверное, постепенно ко всем остальным. Давайте я ещё разочек представлюсь более подробно. Я здесь сейчас больше как не руководитель компании IT, а больше как руководитель проекта CRM2U. Это проект, который рассказывает о CRM, как сравнивает их. И в том числе это один из инструментов наших продаж, например, BITX24. И очень часто у нас возникает вопрос, и даже при формировании задач по данному проекту, мы думали, а кто будет наш клиент? И вот как раз один из вопросов по поводу использования BITX24 в маленьких компаниях. Вот как раз-таки облачные сервисы, включая BITX24, это очень хороший драйвер для начала, как мы здесь уже говорили, продажами надо заниматься. Просто нужно понимать, как это делать и каким инструментом пользоваться. Вот BITX24 – это один из инструментов, которым можно пользоваться для управления продажами. И здесь возникает вопрос, а что вы хотите достичь, внедряя тот или иной инструмент? Возвращаясь к разговору, очень часто именно на этот вопрос никогда не отвечают те, кто ставит задачу, а давайте внедрять CRM. Какую CRM? Зачем CRM? Почему именно эту вы хотите CRM внедрить? А не ставите перед самой самую важную задачу. Вы что хотите достичь внедрением CRM? Вы что хотите изменить в компании, маленькой компании, 5 там человек работает, 150 человек работает? Что вас сейчас не устраивает в работе вашего менеджмента, что вы решили внедрить CRM систему? И вот когда вы будете количественно или какими-то качественными показателями понимать, что сейчас у вас дело обстоит вот так, а при внедрении, например, Bittrex 24 вы хотите получить вот этот результат, тогда вы огромное количество проблем снимете, какими инструментами пользоваться, как ими пользоваться, как ставить задачи, как снимать показатели, чего достигать и в какой период. И это очень важно. И на самом деле вот на старте компании с небольшим количеством числовым участников или там сотрудников, вот инструмент Bittrex 24 очень хорошо это помогает. И важно, чтобы руководитель или там руководитель отдела продаж четко сформулировал критерии оценки, которые были до внедрения инструментов и которые стали после внедрения инструментов. Но как показывает нам наша практика внедрения, именно этого и не делается. Дальше идут вопросы уже такие технические, ну, например, что необходимо сделать для организации звонков в Bittrex 24. Ну, во-первых, там уже подключена IP-телефония. Если вдруг у вас офис оборудуется с нуля, то вы можете смело к Bittrex 24 докупить услуги телефоний, включая даже аренду номера, и, в общем-то, пользоваться полноценно очень интересным инструментом, когда, опять-таки, при выработке корпоративной культуры вносить клиента внутрь CRM, там, создавать лиды, лид, соответственно, он должен по определенным статусам продвигаться, потом переходить в сделку. И вот когда вот у вас уже корпоративная культура сформирована на этапе использования конкретного инструмента, то вы можете уже, используя телефонию, смело и записывать звонки, которые будут вести ваши сотрудники, и настраивать переадресацию сотрудников, если вдруг вы решили меня послушать, и всем, кто сделал планы, отправили вдруг и на ГОО куда-нибудь, да, но при этом он всегда на связи и может работать с своими клиентами. То есть здесь вопрос желания, умения и, фактически, понимания того, что вы хотите сделать. Пройдусь немножко дальше. По поводу рассылки писем мы тоже затрагивали этот вопрос. Сейчас в Bitrix24 встроена, в общем-то, функция возможности использовать корпоративные почты, как со своим доменом, так и с доменом Bitrix24. Поэтому, возможно, даже здесь формировать списки рассылок, естественно, по-разному, если это делать правильно, да, то должны быть разные поводы, разные темы, которые вы можете использовать для того, чтобы привлечь или напомнить о себе там тем или иным клиентам. Если вы, опять-таки, занимаетесь магазином, и вы хотите, например, создать некую общую среду работы с каталогом ваших товаров, пожалуйста, если у вас есть 1С, где есть каталог товаров, вы можете импортировать его в Bitrix24 и использовать уже Bitrix24 как именно полноценный инструмент продаж и там заниматься подготовкой документов, формированием заказов, и неважно, откуда он пришел, там с онлайна, с оффлайна, смело можете их работать и обрабатывать. Отдельная тема, касаемая бизнес-процессов. В Bitrix есть функционал, который позволяет строить бизнес-процессы. Вот для малого и среднего бизнеса, наверное, он будет достаточен. Но если мы говорим уже, когда вы хотите доработать функционал Bitrix24 под свою специфику, нюансы, особенности, детали, ведь бизнес-процессы на самом деле у вас в компании есть, просто они сейчас выполняются там с помощью ног, передачи документов по почте, либо руками, но это все равно бизнес-процесс, просто он сложный. Его просто нужно автоматизировать, и очень часто, если компания уже крупная, то облачного сервиса может не хватить. И Bitrix24 вам может помочь в следующем. Вы можете перейти на коробку, а все, что вы до этого сделали в Bitrix24, забрать с собой на коробку, а коробка дорабатывается под любые желания клиента, и неважно, какой спецификой деятельности вы занимаетесь. Поэтому даже здесь это большой плюс у Bitrix, чего нет у многих других вещей, у других вендоров. У некоторых есть подобие коробки, но коробка не позволяет ее дорабатывать так, как нужно заказчику. И именно это сейчас очень важное преимущество у Bitrix по сравнению с другими вендорами, если мы говорим о среднем и крупном бизнесе. Потому что крупному бизнесу именно нужен уже инструмент, который будет решать их бизнес-задачи с учетом их специфики, особенностей, которые там веками формировались в корпоративной культуре. И они не готовы подстраиваться под ограничения, которые внесет в себя там облако. Поэтому здесь это очень важный момент, очень важный плюс у Bitrix. И, в общем-то, если брать даже статистику нашего проекта CRM2U, видно, что после Bitrix 24 сейчас является основным, скажем так, разделом у нас на сайте, который постоянно является лидером по просмотрам. Что самое важное и по заказам в том числе. Поэтому, в моем понимании, Bitrix делает очень много для того, чтобы продвигать свое решение и дополнять его функциями, которые, в общем-то, у многих еще недоступны. Вот особенно, если говорить о том, перенос данных с облака в коробку, это сейчас очень важное преимущество для Bitrix. Наверное, нужен какой-нибудь легкий вопрос, чтобы не уходить в особую технику. Мне очень понравился короткий вопрос, 25-й, длинные продажи. Я, наверное, не знаю особенности продаж Михаила и Анны. У нас действительно длинные продажи. То есть проект – это длинные продажи. Потому что, чтобы нам продать, например, разработку сайта, мы должны продать сначала ТЗ, потом мы должны сделать дизайн, потом его сверстать, потом функционал. То есть это растягивается на полгода, если делать нормальный интернет-магазин. И здесь очень важно на каждом этапе, чтобы человек, который контролировал эту продажу, был компетентен на том уровне или на том этапе работ, в котором находится клиент. То есть продажнику очень важно до передачи клиента техническим специалистам объяснить все, как будет проходить проект. Не удаляясь в детали технические. На этапе написания технического задания очень важно правильно организовать встречу, правильно расставить акценты самой встречи, правильно поставить цели встречи. Наверное, эти вещи банальны, но вы удивитесь, огромное количество людей просто даже во встречах не пишет, что мы будем обсуждать, какие вопросы. Просто пишется встреча там с клиентом, а что мы там будем делать. У нас даже технический директор отказывает во встрече, если наш сотрудник не написал цель встречи, вопросы, которые будет обсуждать. Какое количество людей будет присутствовать и вообще, куда ехать навстречу. Удивитесь, но очень часто нам можно выполнить 95% обычной работы и забыть написать адрес, куда ехать. А потом искренне удивляться, что я вот… Я не соединюсь, таких компаний очень немного, вы какой-то уникальный, Сергей. Я, честно говоря, сталкиваюсь с таким достаточно редко. Ну, тем не менее. Может быть, поэтому у меня есть хлеб. Ну вот, да. И, собственно говоря, именно правильное ведение длинных продаж сохраняет клиента. Более того, мы, как компания, мы на каждом этапе даем возможность клиенту от нас уйти. Очень многие студии грешат, особенно молодые студии, когда они пытаются взять клиента, запихнуть все в один договор. Непонятно, еще ТЗ не написали, они уже сумму согласовывают, какой объем работы они там будут делать, как они будут это делать. Но, тем не менее, так как сейчас все-таки рынок цены, и человек ведется на дешевую цену, и ему, в общем-то, почему-то он риски отбрасывает, которые связаны с дешевой ценой. Но, тем не менее, очень часто студии пытаются привязать одним контрактом и не дают клиенту уйти, и потом у него возникают там либо потери, либо сложный возврат средств. Вот мы в своей работе пытаемся на каждом этапе дать возможность клиенту от нас уйти. Не потому, что мы не хотим с ним работать, а потому, что у него должны быть условия такие же равные, как и у нас. Потому что иногда мы отказываемся работать с клиентом, потому что клиент начинает проявлять, ну, скажем так, потреблять нашего времени гораздо больше, чем он стоит. А иногда мы не можем дальше идти к клиенту, потому что… Или, например, клиент не может идти с нами, потому что, действительно, он написал хорошее ТЗ с нами, он его оценил, его цена не устроила. Да, это нормальный процесс, когда на этапе переговоров вы разговаривали там об одном объеме работ, а написав техническое задание, этот объем почему-то увеличился в два раза. И когда сумма увеличивается в два раза, клиент искренне удивляется, а почему? И не замечая о том, что объем увеличился, да, он хочет уйти или там посмотреть еще там потенциальных исполнителей по данному проекту, пожалуйста. То есть есть этап работы, который мы с ним завершили, мы даем человеку возможность уйти. Поэтому вот длинные продажи, в моем понимании, это правильное введение сделки на каждом этапе, компетентность каждого сотрудника на каждом этапе осуществления этой длинной продажи, да, в том числе. И, соответственно, самое важное, это, конечно, исполнение. Потому что вот у меня продажник, извините, идет в школу, когда он приходит ко мне на работу. Вот он начинает садиться и изучать битрикс. Сколько стоит, какие редакции, сколько модулей там, сколько модулей здесь, сколько стоит продление и так далее и там потом. То есть мне важно как руководителю точно знать, что на такие вопросы он ответит компетентно, он объяснит почему. Ведь это, вот, кстати, там, пожалуйста, совет молодым студиям. Ведь очень важно объяснить клиенту, банальный пример, почему ты рекомендуешь делать, например, сайт на малом бизнесе, а не на бизнесе. Потому что даже вот эта цена иногда в 30 тысяч для кого-то послужит выбором тебя, как, например, потенциального исполнителя. Хотя вроде это всего лишь две разные редакции. Но объяснить, почему это так, это очень важный момент. А когда ты видишь коммерческие предложения, где просто бухты-барахт, ага, интернет-магазин, значит, давайте продавать бизнес, потому что он дороже стоит. Вот этот подход очень часто играет в минус в самих продажах. Могу сейчас передать слово? Да, я чуть-чуть добавлю. У меня была недавно участница на одном из тренингов. Она мне говорит, Нана, скажите, пожалуйста, вы обладаете навыками гипноза? Я стала ее спрашивать, ну да, что же улыбнулась, стала спрашивать, зачем ей это нужно? Она мне говорит, потому что у меня безотлагательность. Я говорю, что это такое? Она говорит, я хочу, чтобы из 100 клиентов, которые обратились ко мне, было совершено 100 продаж. На что я ей ответила, ты уверена, что у твоих клиентов безотлагательность. Вот я здесь соглашусь с Сергеем, вот я хочу согласиться с тем, что дайте право вашим клиентам выбирать, принимать решение, взвешенно основываясь на очень качественной информации, которую вы им даете. Еще до того, как услуга, понятно, предоставляется, которая тоже должна быть качественной. Но я вот за то, чтобы предоставлять людям право выбирать. Я против манипулятивных техник, я против манипуляции во взаимодействии с клиентом. Они всегда оборачиваются против нас. Если мы понимаем, что у нас безотлагательность, и мы должны просто 100 пришедшим продать, значит, это каким-то образом, в конце концов, ударит по нам. Давайте к более конкретному вопросу. У нас спрашивают из онлайна. Как лучше работать с телефони Битрикс24? Где меньше сбоев, через гарнитур или через телефонный аппарат СИП? Здесь, на самом деле, очень многое зависит еще и от конечного оборудования. Но в моем понимании, если вы не экономите на гарнитуре, то, в общем-то, у вас не будет проблем работы с гарнитурой. А если вы экономите на гарнитуре и используете дешевую, то понятно, что здесь проблема не в программном продукте, а, в общем-то, в самой гарнитуре. Мы используем все виды оборудования, и мы не видим проблем, по крайней мере, мы не экономим на оборудовании, и мы, соответственно, не встречаем этих проблем. Если выбирать по удобству, здесь зависит уже от специфики. Мне, например, удобно работать с телефоном. Например, оператору горячей линии удобно работать с гарнитурой, а оператору по приему звонков и так далее удобно работать с гарнитурой. Более того, вы не поверите, но дорогая гарнитура обходится дешевле, чем несколько дешевых. Про гарнитуры у меня есть много чего рассказать. Это немножко не тема сегодняшнего. Просто у нас там, в Азетхелп, там, где, собственно, мы оказываем услуги по обработке заказов, у нас же есть и колл-центр по обработке входящих звонков. И мы собаку уже съели на всех этих гарнитурах и всем возможным. Но тут главный критерий действительно удобства. И нужно понимать, что делает ваш сотрудник. То есть если это сотрудник, который постоянно на телефоне, конечно, это гарнитура. Но если гарнитуру постоянно снимать, одевать и теребить микрофон, то микрофон отваливается даже у самых профессиональных гарнитур. Это техническая особенность. Человеческий фактор. Можно на него сесть, в принципе. И тут важно понимать, что если это оператор, который вносит какую-то информацию, сто крат удобнее, если у него будет гарнитура, потому что у него свободно две руки, он печатает двумя руками. Он экономит ваше время, ваши деньги, соответственно. То есть мы же понимаем, что нанимая на работу оператора, мы оплачиваем его часы, которые он проведет у нас. То есть одно и то же время с гарнитурой он введет большее количество информации в систему, соответственно, обслужит большее количество клиентов, и вы сэкономите на количестве операторов. Поэтому здесь выбирайте, исходя из вашего удобства, что нужно в каждой конкретной ситуации. Да, у нас технические вопросы еще остались. Сергей сейчас озвучит, наверное, два связанных, мне кажется, вопроса. Как выявить некачественные лиды сразу для облегчения работы в будущем отделу продаж? И следующий вопрос. Как часто с лидом работать до первой сделки? Я сейчас возьму свою специфику, так как я понимаю, о чем я буду говорить. Вы знаете, если честно, один из новых продажников, так как у нас не было ограничений по назначению статусом лидом, он сделал очень классную вещь. Если лид в течение одного дня не отвечает на отправленное письмо, либо звонок и так далее, он приостанавливает работу с этим лидом. Сразу ставит статус приостановленный, пишет почему. И ждет от него реакции со своей стороны. То есть он что сделал? Он увидел лид, записал, он ему написал ответ на его конкретный вопрос, он позвонил или отправил ему еще вдобавок и смс-ку, и если в течение, до конца рабочего дня нет ответа, он переводит его в некачественную, обработка приостановлена. И он меняет статус только тогда, на следующий, который связан с нашей поэтапной работе с лидом, когда получает от него ответ. А если не получает, соответственно, он не тратит на него больше времени и, в общем-то, идет обрабатывать тех эффективных или желающих пообщаться лидов, которые проявляют интерес. Поэтому вот, не знаю, если честно, это у нас нигде не прописано, я это просто обратил на это внимание. И я хочу сказать, что мне это очень понравилось, потому что снимает огромное количество, а так как у нас входящий трафик тоже достаточно большой, то видно, что вот, например, с 15-20 обращений, у нас не как интернет-магазин, да, там у нас немножко поменьше дата входящего трафика, да, более 2 трети, они вот в этих статусах находятся, потому что кто-то просто цену пробивает, кто-то еще что-то, кто-то просто там фейковые телефоны дает. Но потратив там 5-10 минут, ты, в общем-то, фиксируешь определенное положение лиды, и если он от тебя откликается, ты идешь дальше обрабатывать. Теперь по поводу от первого лида до сделки. Ну, на самом деле, вот эта метрика, она определяется, вот здесь уже я формировал там тот перечень статусов, которые мне необходим для того, чтобы понимать, на каком этапе лид, сколько время этот лид находится в работе, и, собственно говоря, вот у нас правило перевода лида в сделку, когда тебе заказчик дал реквизиты, потому что у нас сделка начинается с согласования договора. Ну, потому что, когда тебе дают реквизиты, значит, тебе говорят, мы тебя выбираем, чтобы с тобой работать, это уже не лид, это уже первый этап к продаже, ну, именно вот к осуществлению документа оборота, выставления счета и продажи. Именно поэтому здесь очень важно, наверное, понять руководителю, что он хочет снимать на этапе лида, и что он хочет понимать в разрезе сделка, до сделки завершена, да, когда уже человек фактически внес деньги. Совета, ну, самые важные критерии, которые для, вот как у нас, да, идет, например, назначен ответственный, то есть назначается ответственность за лид конкретный, это раз. Дальше у нас идут, соответственно, переговоры, потом у нас идет коммерческое предложение, потом у нас идет, на самом деле, оценка, очень часто коммерческое предложение превращается в некие бизнес-требования от заказчика, у нас по нашим правилам с этими бизнес-требованиями идут к техническому директору, он уже оценивает, в общем-то, более точно тот объем работ, который необходимо делать. Потом у нас идет вторичное коммерческое предложение, и после этого либо мы уходим в сделку, ну, либо дальше же статусы, которые, в общем-то, говорят о том, что там либо некачественная, либо приостановка, либо еще там, еще что-то там, повтор и так далее. Поэтому здесь очень важно определить метрики, которые важны руководителям. Вот у нас их, в общем-то, пять. Дальше по сделке, ну, здесь, в общем-то, не буду раскрывать все, но, в общем-то, их тоже не должно быть там больше пяти-семи. Я считаю те, которые именно позволяют определить движение ЛИДа к сделке заключена. Просто у нас там уже включены уже какие-то параметры, которые завязаны на производственный процесс, на сдачу проекта. Это уже как бы далеко от того стандарта, который сейчас есть в Битрикс24. Мы уже доработали портал таким образом, который он отвечает нашим задачам. Поэтому чем, если руководитель, опять-таки, занимается продажами, он понимает, что он хочет снять, именно это должно быть у него в статусах ЛИДа. Безусловно, конечно. То есть тут нет единого какого-то рецепта одного, который бы подошел всем. Здесь нужно подстраиваться под свой бизнес, под ваши потребности, под вашу работу с клиентом, под скорость принятия решения, под сложность услуги, которую вы продаете. Если вы продаете простую услугу, человек посмотрел, он ее понимает, она ему понятна. Он ее устраивает, цена купил, не устраивает, цена не купил, по большому счету. Когда мы говорим про сложные услуги, конечно, более длительный процесс продаж, больше точек контакта, больше статусов нужно отслеживать. Поэтому не найдете вы единого какого-то совета, смотрите конкретно вашу ситуацию и выстраивайте свою цепочку продажи. Только так. Что хочу сказать, что понять, качественный или некачественный ЛИД, вы сможете только начав с ним работать. У меня у самой была ситуация, когда я заказала на сайте оборудование для инвалида, и мне было необходимо, было правило такое, что мне должны были позвонить за подтверждением. А у меня шла очень сложная работа с клиентом, я не могла прерваться. Мне перезвонили один раз, и все. Я потом пыталась заново восстанавливать эту заявку, перезванивать, потому что я перезваниваю, этот номер не отвечает, он там, видимо, общий какой-то этот номер телефонный. И, в общем, у меня у самой были проблемы. Я стала это делать только лишь потому, что мне это оборудование было жизненно необходимо. Поэтому я обратила бы ваше внимание на то, что, например, позвонив один раз, когда вам не ответили, это недостаточно. Рекомендуется, специалисты рекомендуют делать не менее трех таких толчков, вот как Сергей сказал, привел пример, письмо, потом телефонный звонок, потом письмо, потом смс, все, что вы можете сделать, возможно, но рекомендуемое количество раз, не менее три раза вы должны попытаться этого клиента пробудить, для того, чтобы понять, качественный или некачественный лист, потому что ситуации бывают абсолютно разные. Есть совершенно интересный пример, опять же, из мира e-commerce, когда мы говорим про интернет-магазины, да, то есть не раз сталкивался, когда крупный интернет-магазин, ты заказываешь что-то, они должны тебе обязательно отзвониться, подтвердить заказ, ты не можешь ответить, ты на встрече сидишь, собственно, они тебе один раз позвонили, после этого ты дозваниваешься через колл-центр с 25-ти уровнем ERP-системой, ой, IVR-системой, и попадаешь на кого-то, тебе говорят, ну, знаете, ваш заказ уже отменили. Как отменили? А мы вам позвонили, вы трубку не брали. Ну, так вы позвонили один раз. Нет, ну, у нас вот так вот обрабатывается. Ну, как бы все. Или то же самое, там, та же служба доставки. А нет, ваш заказ сегодня не поехал, потому что мы вам звонили в 7.30 утра, вы не отвечали на телефон, поэтому курьер на складе ваш заказ не забрал. Ну, то есть, здесь нужно разумно подходить к этому вопросу. Конечно, если вы один раз не дозвонились, звоните еще раз. Если у вас есть еще одна точка связи, да, там, e-mail, напишите e-mail, написали e-mail, еще раз наберите. Поэтому здесь работайте. Вспомним пример из другого бизнеса. Вспомним всем известный фильм «Красотка», когда она пришла в магазин, и ей не продали одежду, да, у нее были деньги в кармане. Вот это похоже на то, как мы некачественно оцениваем того человека, который к нам приходит. Это потерянные деньги, и все. А вот еще вопрос про лиды и про клиентов. Спрашивает Людмила у нас. Если клиент просит отправить коммерческое предложение, уже пора переводить лид в сделку или как? Нет. Ну, вот я уже говорил, да, что в нашем понимании клиент ставился с… Скажем так, перевод лидов в сделку, у нас осуществляется на этапе предоставления реквизитов. То есть, когда вы уже встретились, коммерческие предложения все обсудили, может быть, его пять раз поменяли, переговоры состоялись. И вот когда вы пришли к финалу, что действительно, да, вот в этих там пределах ценовой, вот этих цены клиент с вами готов работать, и вы говорите, давайте реквизиты, и подтверждением того, что лид должен переходить в сделку, это присланные реквизиты. А, извините, коммерческие предложения мы иногда делаем там по пять-шесть, и здесь вы просто, ну, на самом деле, это рано. То есть, это переговорный процесс всего лишь, это не сделка. Вот был вопрос, который мне очень понравился, наверное, он слишком общий, но я все-таки его задам. Есть ли предел автоматизации продаж? На самом деле, здесь пределом надо идти от обратного. Если результат автоматизации приносит вам тот доход, который вас устраивает, ну, или прибыль, то вот здесь, наверное, можно некую черту подвести. Если просто заниматься ради автоматизации, можно автоматизировать бесконечно, и в результате не получить ничего. Поэтому правильно не подходить к постоянной автоматизации или автоматизации до бесконечности, а автоматизировать ровно до того состояния, когда вы, а, умеете управлять, б, все понимают функциональность вашей автоматизации, с, автоматизация решает задачи по получению прибыли, то есть ведению бизнеса. Вот тут, наверное, тот вопрос, когда мы должны понимать, что процесс должен обеспечивать достижение результата. Вот когда процесс начинает существовать ради процесса, мы автоматизируемся ради того, чтобы сделать лучше и лучше и больше и пришить кучу опций, наверное, это не та ситуация. Ну, еще нужно понимать, что вот цена автоматизации, она у вас окупалась, да, потому что сколько примеров, когда мы тратим сотни тысяч, и не всегда рублей, а в итоге это не дает ровным счетом ничего. Поэтому прогнозируйте тот эффект, который вы будете получать от той или иной автоматизации, нужна она вам или нет. Так, ну что, вопросы у нас, видимо, закончились. Есть вопросы, на которые хочется еще ответить? Я готова. Так, сейчас я еще раз прибегусь, потому что у нас осталось. Мне кажется, мы осветили уже практически все. Тогда, наверное, попрошу всех наших участников какие-то, наверное, завершающие, напутственные слова сказать по поводу работы с клиентами и успеха бизнеса. И на этом мы потихонечку будем заканчивать. Я что могу сказать? Продажами нужно заниматься, клиентами нужно заниматься. Нет ничего более простого, чем быть занятыми, и нет ничего более важного, чем быть продуктивными. Будьте продуктивными, исходите из каких-то здравых вещей, оценивайте важность того, что вы делаете, понимайте те цели, которые вы хотите достичь, что вы перед собой ставите, и достигайте этого. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем, что пришли, спасибо, что послушали, спасибо за интересные вопросы. Я бы сказал, просто делайте, меньше говорите, больше делайте. Чем дальше я сейчас смотрю, общаюсь, тем чаще сталкиваюсь с тем, что очень много люди говорят, очень много красиво рассказывают, а по факту ты смотришь, ничего не сделано. Просто берите, делайте, и у вас все получится. Удачи. Я присоединяюсь к словам своих коллег. Ну, во-первых, спасибо Битриксу, что пригласил. Для меня этот формат был, в общем-то, первый в моей такой, в общем-то, долгой жизни с Битриксом. Что касается, наверное, советов, во-первых, не нужно бояться. Бояться делать то дело, которое ты делаешь. Больше того, свое дело нужно любить, им жить, потому что, если ты будешь заниматься делом, которое ты любишь, ты не будешь работать. Мне бы хотелось, чтобы руководители или ребята, которые начинают, вот, по крайней мере, развиваться в нашей веб-среде, они сейчас как раз-таки тот период, когда нужно вкладываться, вкладываться в себя, в свои проекты, в развитие своих проектов, потому что именно сейчас тот момент, когда будут приходить на рынок люди, которым нужны будут ваши услуги. И оценивайте правильно свои силы, дабы не подвергать себя сразу же очень большим рискам. Очень часто, очень многие студии, беря на себя непосильные задачи, не выживают. Оценивайте себя по силам и не верьте в кризис, потому что, ну как, мы как пример тех, кто в кризис вошел на этот рынок, мы занимаем определенные позиции, и сейчас мы подготовились к этому кризису очередному, и мы хотим выйти из него лидерами. Более того, если кому-то интересно, например, наше рассуждение или мои рассуждения, я готов абсолютно бесплатно проконсультировать по любым вопросам, с удовольствием вступить в дискуссию, для того, чтобы, может быть, именно в споре родить ту истину, которая кому-то поможет. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, я всегда готов помочь. Я присоединяюсь, я всегда тут же предлагаю писать на электронный адрес, я отвечаю максимально всем, кто меня о чем-то спрашивает, абсолютно безвозмездно, поэтому пишите, буду делиться тем, что я знаю и умею. Спасибо большое, друзья, все, кто нас смотрит онлайн. После, по окончании мероприятия, мы вышли вам рассылку, там будут контакты всех спикеров, там будут ссылки на полезные материалы из прошлых клубов, которые сегодня, вопросы, которые сегодня поднимались, мы обязательно все еще раз продублируем. И еще раз напомню, что если вы будете регистрировать новый портал в Битрикс24, вы можете получить дополнительное дисковое пространство по промокоду КЛУБ24. Об этом тоже напишу в письме. И еще раз спасибо за то, что были с нами, нас смотрели и слушали. Ждите, в следующий раз будем рассказывать что-нибудь еще интересное. До свидания. До свидания. До свидания.